Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам желательно разобраться со своей самооценкой, потому что то, что вы пытаетесь вернуть мужчину, который откровенно демонстрирует вам поведение. Значит, направленная на другую девушку свидетельствует о том, что вы в нём нуждаетесь, вы очень сильно заинтересованы в нём. Вот. Так что самооценка и те потребности, те ваши желания, которые связаны непосредственно с молодым человеком. Желания более предметные, чем я хочу быть с ним и я его люблю. Это первое. Второе. Значит, вы говорите, как прекратить их отношения. Само слово прекратить означает забрать, пресечь, уничтожить, да? Но при этом вы не отдаёте себя отчётом в том, что раз мужчина, как сказал мой коллега, увлёкся другой девушкой, значит ему в отношениях с вами чего-то не хватает. И если вы хотите прекратить отношения между ними, то вы отбираете у своего молодого человека, которого вы вроде как любите, то есть хотите, чтобы он был счастлив. То, что и делает его счастливым. Так быть может, прежде чем стремиться прекратить отношения, разберётесь с тем, почему это случилось, дадите молодому человеку то, что ему нужно, чтобы увлечение этой девушкой пересняло быть для него важным. Гармонизируйте таким образом свои отношения и всё будет хорошо. Вы же, по сути, говорите о том, что я не хочу ничего менять в себе, я не хочу менять своё поведение, я просто хочу, чтобы их отношения прекратились. Так, по крайней мере, это вытекает из вашего текста. И эта позиция, она пассивная, она по-плохому эгоистичная, точнее она даже не эгоистичная, она пренебрежительная по отношению к себе. Потому что, если бы вы были эгоистом, вы бы знали и умели любить себя, если бы вы умели любить себя, вы бы любили другого человека тоже. И любили бы его так, чтобы он ни в чём, соответственно, не нуждался. А вы, как раз таки, любите молодого человека так, что стремитесь от него, вероятнее всего, что-то получить, что-то получить. Ну, как бы, желая что-то получить от молодого человека, вы забываете о том, что и у него есть свои собственные потребности, свои собственные желания, которые он естественным образом хочет удовлетворять. И это нормально. Так что, тут мне кажется, вам нужно вообще определиться, что для вас представляет из себя молодой человек, как он для вас имеет назначение. Вот, чего вы для него хотите и, собственно, начать как-то это реализовывать. Если для вас это ещё актуально. Либо вы для него ничего не хотите, а хотите только получить что-то для себя. В этом случае, честно, также себе в этом нужно признаться, чтобы, по крайней мере, принимать честную, открытую позицию. Но, в таком случае, в отношениях с мужчиной, вам, к сожалению, уже делать нечего. Здесь нужно работать с личной ответственностью за то, что вам хочется, за то, что вам желается. Потому что молодой человек совершенно не обязан удовлетворять вас в этом. Вот, такая вот история. И, как правильно сказал мой коллега, у всего есть причина. Вот вы говорите, что молодой человек увлёкся другой девочкой. Ну, когда это случилось? Откуда вы узнали, что он увлёкся? Откуда вы узнали, что она отвечает на взаимность? Что происходило между вами до того, как он увлёкся другой девочкой? Какой характер ваших отношений? Какой он человек? Какой вы человек? Насколько гармонично у вас складывается взаимодействие? Подходите ли вы друг другу с точки зрения эго-состояния? Не нуждается ли ваше взаимодействие в корректировании? Вот. А любые отношения человеческие, это система. Измените своё поведение, измените поведение молодого человека. И начинать так или иначе нужно с себя. Ну, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что стация разрешится самым лучшим для вас образом.